Всем привет, ребята! Вы на канале Мэри Геймс, и мы продолжаем играть. Бесконечное лето, и сегодня мы начинаем третий день. Ночь оставила после себя тревогу, я проснулся разбитым физически, истощенным морально. Со мной такое постоянно. Во сне видишь невозможно яркие сцены, как будто попал в голливудский блокбастер с лихо закрученным сюжетом, высококлассными актерами и многомиллионными спецэффектами, а на утро не помнишь оттуда и кадра. Вот и сейчас я пытался восстановить картины, которые показывал мне отдыхающий мозг, но эта часть памяти была пуста, то ли заархивирована, то ли вообще отформатирована. Часы показывали, 7 утра. Что-то сегодня я рана. Ольга Дмитриевна еще спала, плотно укутавшись в одеяло. И как можно летом, в такую жару? Я встал, потянулся, подошел к зеркалу и оглядел себя. Надо побриться. Странное решение. Раньше хватало и пары раз в месяц, а сейчас от моего внешнего вида как будто что-то зависело. Однако бритвы я так и не нашел. Хотя зачем? Сейчас я выгляжу от силы лет на 17. Ладно. Завтрак не раньше 9, а это значит, что еще полно времени, которое можно потратить, например, на утренний, мацион и гигиенические процедуры. В этот раз вода не показалась такой леденящей обжигающей, как вчера. Напротив, приятная прохлада придала мне бодрости и помогла быстрее вернуться к реальности, если происходящее можно было считать таковой. Сегодня зубной порошок не казался таким уж анархонизмом. И у меня даже промелькнула мысль, что он не особо отличается от зубной пасты. Когда я вернулся в домик вожатой, Ольга Дмитриевна уже проснулась. Она стояла перед зеркалом и расчесывала волосы. Доброе утро, Семен. Доброе. От недосыпа еще немного гудела голова и путались мысли. Но я не жалел, что все-таки вылез из кровати, а не остался, как обычно, досыпать дежурные пару-тройку часов. Что-то ты сегодня рано. Так получилось. Опять ты без галстука. Давай я. Да я сам ничего страшного, когда на завтрак пойду. Нет уж, давай сейчас. До завтрака у нас еще линейка, не забывай. Забудешь тут. А что сегодня на линейке на этой будет? Я расскажу о плане на день. И каков план? По правде говоря, мне было абсолютно наплевать, чем наша доблестная вожатая собирается занять наш бравый пионер-отряд на ближайшие 12-15 часов. Меня интересовали лишь места большого скопления живой силы противника, чтобы обходить их подальше. А это ты узнаешь на линейке. Она хитро улыбнулась. Ольга Дмитриевна, знаете, у меня что-то живот разболелся, мне бы... Ну, вы понимаете. Думаю, ничего страшного, если я разок пропущу, а то будет неприятно, если я прямо там. И откуда вам не столько смелости? У тебя есть еще минут пять. Боюсь, не успею. Давайте вы мне расскажете сейчас. Нет, я постараюсь, но если вдруг... Ладно уж. Сегодня у нас по плану уборка территории, сортировка книг в библиотеке, еще кое-что, а вечером танцы. Смотри у меня. Чтобы обязательно сегодня поучаствовала в жизни лагеря. Все непременно. Конечно, конечно. А сейчас мне бы... Иди уж. Я вышел из домика, обошел его и спрятался в кустах, дожидаясь, пока Ольга Дмитриевна уйдет. По правде говоря, у меня не было особых причин так себя вести. Но внутренний голос упорно твердил, что на этой линейке делать нечего. Когда вожата ушла, я вернулся назад в домик и решил дождаться там начала завтрака. Итак, участвовать в общественной деятельности сегодня я не планирую. Уборка книги в библиотеке – это совсем не то, чем должен заниматься человек в моем положении. Однако уже прошло два дня, а я ни на йоту не приблизился к разгадке. Все местные обитатели казались в целом совершенно нормальными людьми, они не были замешаны в каких-то тайных заговорах, не сотрудничали с инопланетянами и вряд ли подозревали о провалах во времени. Конечно, каждый, а скорее даже каждая, из них и не без странностей, но странности эти не выходили за рамки разумного. Более того, встретив любого из здешних пионеров в своем привычном мире, я бы даже не подумал, что с ними что-то не так. Скорее, они показались бы мне куда более нормальными и естественными, чем, скажем, я сам. Эта линия рассуждений выглядела весьма логичной, нелогичным в ней было лишь отсутствие ответов. Обычные люди в необычном месте. Где-то я об этом уже слышал, где-то видел. Десятки пионеров, а может их куда больше, живут привычной жизнью, занимаются привычными делами изо дня в день и даже не подозревают, что мир вокруг них совсем не такой, каким должен быть. Ладно, но это ситуация с их точки зрения. Мне же не знаком не только мир лагеря совенок, но и его обитатели, пусть даже по обстоятельствам они ведут себя так, как по идее и должны. Сейчас необходимо решить один вопрос, имеют ли люди здесь какое-то отношение ко всему, что со мной произошло? И найду ли я ответы у них? Или, может быть, до истины мне придется докапываться другим путем? Похоже, я несколько переборщил со временем. Обычной толпы голодных пионеров возле столовой не наблюдалось. Да и внутри было немного людно. Наверное, большинство детей позавтракало еще до девяти часов. И хорошо, меньше народу, больше кислороду. В дальнем углу столовой одиноко сидела Лена и лениво ковыряла вилкой нечто бесформенное, отдаленно напоминающее кашу. Позавтракать с ней – отличная идея. Тихо, спокойно, и можно о чем-нибудь поговорить. Ну, или хотя бы попытаться. Я уже было направился в ее сторону, как меня кто-то схватил за рукав. Женя, вчерашняя библиотекарша. Бери завтрак и садись, есть разговор. Чего стоишь? Я несколько растерялся. Извини, но не слишком ли это резко? А что такого-то? Бери завтрак и садись. Похоже, для нее такое поведение совершенно нормально. Ладно, подожди минутку. Сам не знаю почему, но я согласился. Вдруг получится узнать что-то новое. Все-таки она книжный червь. Через минуту я уже сидел напротив Жени, а передо мной на столе стоял поднос с нехитрым набором блюд. Кажа овсяная, два яйца вареных, хлеб белый – четыре куска. Сосиска вареная – одна штука. Компот из непонятного набора фруктов и ягод – один стакан. Приятного аппетита! Спасибо! Я решил быть вежливым, а также постараться есть как можно аккуратнее, не чавкая, не роняя на себя кусочки еды и не обливаясь компотом. Так, о чем ты хотела поговорить? Сегодня у нас в библиотеке. Дальше я не слушал. Мне сразу вспомнились слова Ольги Дмитриевны о намеченных на сегодня мероприятиях. Не забудь! А? Чего? Говорю, не забудь после обеда прийти в библиотеку. Зачем? Ты меня вообще слушал? Нет. Честно признался я. Женя сначала покраснела, потом, кажется, позеленела, а потом ее лицо приняло нежно-фиолетовый оттенок. Сегодня, после обеда, в библиотеку! Понял, хунта проклятая? Хунта? Это еще что за матерное слово такое неведомое? Хотя пионер же не ругается. Как я мог забыть? А, да, конечно, извини, обязательно приду. Естественно, никуда идти я не собирался, но чтобы разговаривать с человеком, неплохо сначала пойти на уступки. Слушай, а какой сейчас год? Что-то совсем со счета сбился. Я решил играть в открытую. Она недоуменно посмотрела на меня и ответила. Совсем что ли крыша поехала? Признаться, последние несколько дней есть такое подозрение. Женя ничего не ответила. Так год какой! Я мило улыбнулся. Слушай, может тебе в медпункт сходить? А там мне подскажут, какой год. И не только это подскажут. Женя встала и направилась к выходу. Подожди, ты же недоела. Но она, похоже, даже не собиралась оборачиваться. Я доживал сосиску, которая больше напоминала кусок витой пары. Интересно, есть у них здесь интернет? Откуда? Пионер за соседним столом заметил, что я разговариваю сам с собой, покосился на меня, а я в ответ улыбнулся и помахал ему рукой. После такого дружелюбного приветствия он почему-то быстрыми шагами покинул столовую, даже не дояв завтрак. С едой покончено, самое время отправиться на поиски разгадок. Через некоторое время дорога вывела меня к медпункту. Там мне уж точно делать нечего. Хоть медсестра и показалась мне весьма доброжелательной, лучше держаться от нее подальше. Такая доброжелательность скорее пугает. Возможно, она что-то и знает, но я не решался вот так запросто взять и зайти в медпункт. Тем более нет никакого повода. Даже самого малюсенького. Погруженный в свои мысли, я не заметил медсестру, стоявшую на крыльце. Привет, пионер. Она подошла ближе. Никак заболел, подлечиться пришел. Да нет, я гулял просто. Понятно все с тобой, прогульщик. Ну, раз уж пришел, у меня для тебя есть ответственное поручение. Я вопросительно посмотрел на нее. От слова «поручение» мне стало не по себе. Уж слишком добровольно-принудительно оно прозвучало. Медсестра ехидно улыбалась. Вы мне поможете составить опись лекарств, которые сегодня привезли? Мы? Кто мы? Неужели она решила, что они достаточно вежлива со мной? Хотя куда уж вежливее. Привет. Из-за спины медсестры выглянула Лена. Странно, что я ее не заметила. После ужина приходите сюда. Я Лене все объяснила, она тебе потом расскажет. Лекарства, значит, привезли сегодня? Но, по словам Ольги Дмитриевны, автобуса не будет еще несколько дней. Получается, сегодня кто-то приезжал в лагерь? Да, с утра из райцентра. А что? Нет, ничего просто. Вот и славно, пионер. Значит, вечером после ужина сразу сюда. Может быть, я... Все это время я совсем не замечал Лену. Действительно, ее навыкам маскировки завидовал бы и опытный спецназовец. Я и одна могла бы справиться. Там много, несколько коробок, ты что? Тем более, пионер всегда готов. Так, пионер. Она взглянула на меня и как-то по-недоброму улыбнулась. Тратить весь вечер на подобную работу мне совсем не хотелось, тем более, есть дела и поважнее. Но и отказывать вроде как неудобно. Хотя, не будь здесь Лены, я бы что-нибудь обязательно придумал. Знаете, меня Ольга Дмитриевна попросила вечером ей помочь. Может, врать и не стоило. Но надо было сначала думать, а потом говорить. Да? И чем это ты собрался ей помогать? Дело принимает неприятный для меня оборот. Но я решил идти до конца. У нее в домике... В домике уборку сделать, вещи разобрать и все такое. Вы же знаете, какой у нее там бардак? Небось и шкафчик свой попросила разобрать. Медсестра посмотрела на меня так, что фиаско Наполеона при Ватерлоу показалось мне всего лишь досадной неприятностью по сравнению с моим нынешним поражением. Я уже было собрался что-то ответить, но она продолжила. Ладно уж, пионер. Без тебя разберемся. Ты извини, просто понимаешь? Сказал я, посмотрев на Лену. Она стояла все так же, уставившись куда-то себе под ноги и краснела-краснела все больше. Да ничего, я сама. Ну ладно тогда. Воцарилось неловкое молчание. Хотелось сквозь землю провалиться из-за неудавшегося вранья, из-за того, что наверняка обидел Лену. Ну, пока тогда. Пока. Медсестра все так же ехидно улыбалась. Я развернулся и быстро направился прочь от медпункта. Хотя мне безумно хотелось перейти на бег, здравый смысл подсказывал, что стоит идти обычным шагом. Немного прийти в себя я смог только на площади. И что дальше? Я решил зайти ненадолго домой, чтобы забрать мобильник. Неизвестно, куда меня еще сегодня занесет. А время знать нужно всегда. Хотя не проще ли завести часы? В обычный фоновый шум пионерлагеря закралась какая-то новая мелодия. Я прислушался. Похоже на электрогитару. Три повторяющихся аккорда, не более того. Однако эта мелодия оказалась какой-то теплой, словно пропущенной через ламповый усилитель. Хотя откуда тут такая роскошь? Звуки доносились очевидно со стороны сцены. Интересно, кто бы это мог быть? Стоит пойти посмотреть. Выйдя к концертной площадке, я увидел на сцене Алису. Девочка вся отдавалась музыке, глаза закрыты. Одну ногу она поставила на колонку и всем телом покачивалась в такт. Мелодию я узнать не смог, хотя был точно уверен, что слышал ее раньше. Что-то из советского рока, наверное. На вскидку я бы, конечно, смог перечислить с десяток названий групп этого жанра, но в их творчестве разбирался плохо. На слух песня казалась на удивление простой, буквально три аккорда. Возможно, даже я, немного потренировавшись, смог бы ее сыграть. Интересно, где Алиса научилась играть? В советское время подобная музыка не пользовалась всенародным уважением. Будущая рок-звезда же меня не замечала. Она словно пыталась слиться с музыкой, стать каждой нотой, каждым квадратом, каждой триолью. Сразу вспомнились рок-герои восьмидесятых. Многие из них также сильно отдавались музыке. Одень ее вместо пионерской формы во что-нибудь более подходящее, веянием тогдашней эпохи, никто и не заметит подмены. Выступление подходило к концу. Взяв несколько последних аккордов, Алиса, наконец, посмотрела в мою сторону. Понравилось? Кажется, она совсем не удивилась мне. Да, весьма неплохо. Как будто можешь лучше. Алиса хитро улыбнулась. Я и не говорю, что могу лучше. Я в музыке не спец. Кто бы сомневался. Такие дела. Я не знала, о чем с ней говорить дальше и уже собирался уходить. Подожди. Что? Слышал про вечернюю дискотеку? Я думал, что это просто танцы. Дискотека, танцы? Какая разница? Она нахмурилась. Слышал, а что? Собираешься идти? Бросив эти слова, она отвернулась. Я пока не решил, а ты? Что там делать-то? Смотреть на толпу дебилов? Может, в словах Алисы и была доля правды, но такое наигранное пренебрежение меня удивило. Ясно, что ей не нравится ни дискотека, как таковая. А почему? Что почему? Ну, почему ты не хочешь идти? Дискотека, это же весело. Ты так считаешь? В ее голосе промелькнуло раздражение. Не знаю. Но я думал, что для тебя Никогда их не любила. Перебила она меня. Совершенно там нечего делать. Ясно. И чем планируешь заняться тогда? Спросил я лишь для поддержания разговора. Буду репетировать дальше. А что ты репетируешь? Песню, придурок! Ты же слышал! Алиса совсем вышла из себя. Так что еще пара неудачных вопросов и пришлось бы спасаться бегством. А чья это песня? Моя! Сама придумала? Сама! Круто! В воздухе повисло неловкое молчание. Ладно, тогда... Не хочешь послушать? Я, кажется, уже слышал. Я не про это. Она надула губы. Целиком. Это же только пробная репетиция. А-а-а... Ну, давай, играй. Сейчас не хочу. Тогда не играй. Я уже не знал, чего она от меня добивается. Значит, не хочешь? Похоже, я ее расстроил. После такого логично было бы ожидать удара гитарой в лоб или еще чего похуже. Но Алиса всего лишь сделала обиженное лицо. Я же говорю, хочу. Тогда приходи сюда вечером. Я для тебя сыграю. Для тебя? Как трогательно. Вечером же танцы. Ты же сказал, что не пойдешь. Я такого не говорил. Хотя, признаться, идти мне действительно не хотелось. Но без крайней веской причины сдвачо лучше не связываться. Ольга Дмитриевна не поймет. Да плевать на нее! Сказала Алиса в сердцах. Нет, извини. Такое развитие событий никак не входило в мои планы. Да и надо больно. Она обиженно фыркнула и отвернулась. От мыслей о правильности этого решения меня отвлекла музыка, призывающая пионеров на обед. Я посмотрел в сторону столовой. Пожалуй, уже действительно пора. Голод не тетка. Обернувшись в сторону сцены, я хотел позвать Алису с собой. Но она как сквозь землю провалилась. Знать, когда вовремя уйти, должен любой музыкант. Пробурчала я себе под нос. Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд. Дружно в лагере совенок пионеры шагали в основном в столовую. А ведь так хотелось занять место, где бы меня никто не побеспокоил, как в прошлые разы. Просто спокойно поесть. А для этого надо прийти хотя бы не последним. Но, похоже, события здесь происходят вне зависимости от моих желаний. Столовая была битком. На входе, как почетный караул у Вечного Огня, стояла Ольга Дмитриевна. Ну что, Семен, как сегодня потрудился? Неплохо. Молодец, молодец. То ли еще будет. Да уж. Ладно, садись к девочкам. Она показала на столик рядом с колонной. За ним уже сидели Славя, Ульяна и Лена. Неплохая компания. По крайней мере, не самая плохая. Я взял обед и подошел к ним. Не возражайте, если я присяду. Мои слова прозвучали несколько наигранно, так как садиться все равно было больше некуда. Да, конечно. Будь любезен. Лена промолчала. Сегодня обед состоял из борща. Возможно, даже с мясом этого установить доподлинно не удалось. Мясо птицы. По всей видимости, курицы обыкновенной. С картошкой жареной и традиционного компота. С каждым разом еда здесь нравилась мне все больше. Наверное, я просто понял, что выбирать особо не из чего. А в таком случае и нечего жаловаться на то, что есть. Благо, есть что есть. Пойдешь сегодня на танцы? Не знаю. Пойдет, пойдет. Куда он денется? Радостно вставила Ульяна. Ты-то точно пойдешь? Конечно. Не упущу случай посмотреть, как ты опростоволосишься. Она попала в точку, поэтому я решил не отвечать. А ты? Спросил я Лену. Да. Ответила она коротко. Видишь, значит и тебе тоже стоит пойти. Славя словно не оставляла мне выбора. Не забудь фраг надеть. Ульяна, видимо, была так довольна своей шуткой, что громко рассмеялась. Но ведь мне действительно нечего надеть. Весь мой гардероб состоял из пионерской формы и зимней одежды, которая даже вечером вряд ли покажется уместной. Ты-то в чем придешь, массовик-затейник? Секрет. Плачется, как на детском утреннике, небось. Ульяна покраснела от злости. Похоже, я смог ее задеть. Нет, костюм химзащиты. Специально, чтобы от тебя не заразиться. И чем ты планируешь от меня заразиться, интересно? Ребята, хватит. Не ссорьтесь. Слабоумием, конечно же. Похоже, Ульянка опять была очень довольна своим на ее взгляд искрометным ответом. Знаешь, если ты уже болеешь гриппом, то простудиться не получится. В эту игру могут играть двое. Это ты на что намекаешь? Да так, ни на что. Я хитро отвел взгляд. То есть, ты хочешь сказать? Она опять покраснела. Я ничего не хочу сказать. Ребята! Если в разговор вмешалась даже Лена, то значит дело правда начало принимать плохой оборот. Ты допросишься. Чего? Что ты поумнеешь, наконец? Вместо ответа Ульянка взяла свою тарелку борща и опрокинула мне на голову. Эншпиль закончился неожиданным финалом. Ах ты, маленькая! Она вскочила из-за стола и попыталась убежать. Но в этот раз у нее ничего не вышло. Я схватил ее за руку. Ну а дальше-то что? Не головой же ее об стол. Немая сцена продолжалась несколько секунд. Вдруг Ульяна ловко схватила компот и плеснула им мне в лицо. От неожиданности я отпустила ее руку. Она побежала куда-то в сторону буфета, а я за ней. Результатами нашей гонки стали несколько опрокинутых столов, гора разбитой посуды, пять в разной степени покалеченных пионеров и полное изнеможение обеих сторон. Можно сказать ничья. Боевая ничья. Слишком боевая ничья. Мы стояли друг напротив друга и тяжело дышали. Больше не будешь так? А ты? Сзади к нам незаметно подошла Ольга Дмитриевна. Действительно, такой погром не мог пройти без последствий. Ну что, довольны собой? Ее голос звучал спокойно, но я был уверен, что она вот-вот готова взорваться. И кто все это должен убирать теперь? Так и произошло. Кто? Я спрашиваю, кто? Он. Совершенно невозмутимо ответила Ульянка. Она. Менее уверенно возразил я. Оба. Поставила жирную точку в неуспевшем начаться споре вожатая. Вообще, я не был уверен, что моя доля вины в случившемся больше. Однако Ульянка, кажется, вовсе не считала себя виноватой. Вот еще. Не буду я ничего убирать. Это все. Он все. Он начал. Вот и нет. Вот и да. Я не собираюсь разбираться в этих глупостях. Семен, иди возьми шива, брусовочек, тряпку и так далее в кладовке. А ты? Она посмотрела на Ульяну таким взглядом, что мне стало жалко девочку. Ты! Немедленно начинай собирать разбитую посуду. Ольга Дмитриевна отдышалась немного и продолжила. От тебя одни проблемы. Сколько раз я тебе говорила. Я решил не дослушивать. Пошел в кладовку, которая находилась рядом с выходом. И тут у меня родилась прекрасная мысль. А почему бы не сбежать? Конечно, Ольга Дмитриевна нас уже поймала. Но я-то ни в чем не виноват. Может, конечно, образцовый пионер это не про меня. Но по сравнению с Ульянкой, в любом случае, все спишут на нее. Тем более, заняться мне больше нечем, как убираться тут. Надо искать ответы. Истина где-то там пронеслась у меня в голове. Я не могу сбежать. Ладно. Остаться и помочь Ульяне убраться. Нет, сбежать не самая хорошая идея. Во-первых, меня уже поймала Ольга Дмитриевна. А разбор полетов с ней устраивать совсем не хотелось. Во-вторых, как-никак я тоже был виноват. Конечно, все затеяла Ульянка. Но если бы я не реагировал, погрома можно было бы избежать. Наверное. Открыв шкаф, я взял метлу, швабру и совок. Ольги Дмитриевны уже не было рядом с Ульяной. Она ушла? Как видишь. Ульянка выглядела расстроенной. Весь ее детский задор куда-то исчез. Ладно, подожди. Сначала пойду отмоюсь. Я бросил на нее злобный взгляд и направился к выходу. Смыв с себя остатки обеда, я вернулся в столовую. Ну, ничего не поделаешь. Придется убираться. Это все из-за тебя. Она посмотрела так, что у меня невольно мурашки побежали по всему телу. Конечно. Я во всем виноват. Я же у нас местное стихийное бедствие. Помолчи уж. Странно, что она не отлынивает от уборки. Ульянка могла спокойно оставить меня одного и убежать. Но почему-то напротив старательно собирала осколки тарелок, мыла пол, поднимала стулья и столы. Она делала все так быстро, что я еле успевал за ней. Что-то ты чересчур стараешься. А чтобы побыстрее закончить дурень. Голос ее озвучал все так же недовольно. Слушай, ну ты же понимаешь, что нельзя себя так вести. По крайней мере, доводить до подобного. Я решил попробовать провести с ней нечто вроде воспитательной беседы. А я ничего такого и не делала. Это же ты меня ребенком обозвал. Ульяна взяла ведро с тряпкой и ушла в дальний конец столовой. Похоже, обиделась. Окинув с взглядом гору битой посуды, я понял, что дел мы действительно натворили. Хорошо хотя бы ложки и вилки металлические. Если что, будет чем есть. Но вот только из чего. Слушай! Крикнула мне Ульяна. Я подошел к ней поближе. А почему ты меня так не любишь? Ее лицо стало настолько серьезным, что я уже был готов поверить, это не просто очередной розыгрыш. Почему ты так решила? Не знаю, поэтому и спрашиваю. Я тебя не не люблю. Просто иногда ты себя так ведешь. Ну, сама знаешь. Это было чистейшей правдой. Как? Не знаю. Она подняла на меня полное любопытство глаза. Ну, зачем, скажем, было обливать меня компотом? Так ты же сам напросился. Впервые за все время уборки она улыбнулась. Да, точно. Я глубоко вздохнул. Ну, и какой реакции ты тогда ждешь от окружающих? Никакой. Ехидно ответила она. В разговоре была поставлена жирная точка, и я молча продолжил убираться. Нам понадобилось несколько часов, чтобы навести в столовую марафет. И вот, наконец, вся битая посуда была собрана, столы и стулья расставлены, пол вымыт. Мы с Ульянкой сидели рядом с буфетом и отдыхали. Вот видишь, сколько приходится потратить сил из-за одной глупой выходки. А я совсем и не устала. Подструящийся по ее лицу говорил совершенно об обратном. Что же, рад за тебя. Чем займемся дальше? Ты не знаю, а я пойду. Нет, еще не все. Ты должен... Она замялась. Мне еще помочь. Придумываешь очередную глупость? Точно. Она широко улыбнулась. Тут я тебе не помощник. Мне на сегодня одного наказания уже хватит. А давай так. Если ты поможешь мне сейчас, я больше не буду на тобой прикалываться. Вариант, конечно, выглядел заманчиво, но я ни секунды не верил в честность Ульяны. Хотя ради интереса можно и спросить. И в чем же состоит твой хитрый план? Давай украдем конфеты. Что? Что? Чего-то такого от нее и стоило ожидать. Конфеты детям. Сейчас как раз повариха пойдет мусор выбрасывать, так что нас никто не заметит. Я в этом участвовать не буду. Ну и ладно. Она фыркнула и отвернулась. Тогда я сама. И тебя, Яня. Яня успел закончить фразу, а Ульянка уже ловко перепрыгнула через стенку буфета, подошла к шкафу, открыла его и начала рыться там. Да подожди ты! Мало тебе что ли проблем с Ольгой Дмитриевной? Она не отвечала. За такое тебя не просто убираться заставят. Ульянка закрыла шкаф. В ее руках я увидел большой пакет с конфетами. А ну положи на место! Она показала мне язык и выбежала через заднюю дверь. Это нельзя было так просто оставлять. Я метнулся за ней. У девочки была приличная фора, но я вложил в погоню все силы. Второй раз я ей не проиграю. Мы пробежали по площади. Свернули к зданию музыкального кружка. И выбежали на лесную тропинку. Я уже почти догнал Ульянку, как вдруг она остановилась. У меня же так резко затормозить не получилось, и я сбил ее с ног. Мы повалились на траву. Догнал! Победно закричал я. И ничего не догнал! Смущенно ответила она. Ульяна лежала подо мной. Ее лицо совсем рядом с моим. Я чувствовал прерывистое дыхание и жар тела. Конечно, сейчас она еще ребенок, но скоро станет женщиной. Все это меня сильно смутило. Насиловать будешь? Немного придя в себя, сказала она. А ты хочешь? Все-таки в данной ситуации это было больше детской игрой. А то! Она хитро улыбнулась и тихо хрюкнула. Или мне просто показалось. А вот я что-то не очень. Ну и ладно. Ульянка больно укусила меня за нос. От неожиданности я немного привстал. Этих мгновений как раз хватило ей, чтобы вырваться и отбежать на несколько метров. Смотри, потом пожалеешь. Она громко засмеялась и скрылась в лесу. Пакет с конфетами же остался лежать на земле рядом со мной. Интересно, она специально их бросила? Время близилось к ужину, так что нужно было поскорее вернуть конфеты. И желательно, очень желательно, остаться незамеченным. Конечно, я объясню всю ситуацию, что их украла Ульяна. Но кто мне поверит? На входе в столовую меня уже ждала Ольга Дмитриевна. Молодец, Семен! Это вы про что? Пакет с конфетами я прятала за спиной. Он был прозрачным, да и таких размеров, что в карман не запихнешь. Я про уборку. Все чисто и аккуратно? А, да. А Ульяна где? Я бы и сам хотел знать. Она скоро придет. Хорошо. Ну, иди ужинать тогда. Я зашел в столовую. Там, что неудивительно, было полно народу. Как вернуть пакет так, чтобы меня не заметили, я и представить не мог. Конечно, можно вечером. Но сейчас-то куда мне его девать? Семен! Я обернулся. Передо мной стояла Славя. Ой, а что это у тебя? Она посмотрела на пакет, который я не успел спрятать за спину. Раскрыт, разоблачен, опозорен и раздавлен. Это конфеты. А откуда? А откуда? Украл, откуда? Ульяна отдала. Понятно. Значит, она опять за свое. Опять? Ну, она уже не первый раз ворует конфеты. И почему я не удивлен? Давай я их отнесу. Спасибо. Славя в очередной раз спасла меня. Она взяла пакет и направилась к буфету. У меня не было никакого желания слушать, что она будет говорить, отдавая конфеты. Так что я стал быстро бегать глазами по столовой в поисках места. Похоже, мне предстояло ужинать с Электроником и Шуриком. Сесть все равно было больше негде. Приветствую, господа. Когда я общался с ними, у меня то и дело возникало желание подколоть или просто сказать что-нибудь забавное, смешное. Может быть, в моем положении вести себя так несколько рискованно, но братья Электроники служили для меня источником позитива. Как ваши дела? Неплохо, а твои? С переменным успехом. Что-то случилось? Да много всего случилось. Расскажешь? Как-нибудь в другой раз. Как хочешь. Он развел руками. После ужина танцы Электроник хихикнул. Я в курсе. Кого хотел бы пригласить? Не думал еще об этом. А ты? Я... Ну, я... Кажется, он не ожидал такого вопроса. Ульянку она обрадуется. Электроник неистово замахал руками. А ты, Шурик, пригласи Алису. Я, пожалуй, воздержусь. Он выглядел спокойнее своего товарища. Да ладно вам, ребята, весело будет. И вообще... У нас еще дела. Нам нужно робота доделать. Отличная идея. Пригласите робота. Пригласите робота. Он у вас умеет танцевать? Он еще даже не ходит. Шурик, кажется, не понял прикола. А что? Будет прекрасная демонстрация наших достижений перед всем лагерем. И что мы покажем? Тут ты прав. Они оба расстроенно уткнулись в тарелки. Ужин закончился, и пионеры начали расходиться. А вы как на бал оденитесь? Спросил я Шурика и Электроника. А нам особо нечего. Так и пойдем. Он показал на свою пионерскую форму. Кажется, их совсем не волнует внешний вид. Что же я тогда беспокоюсь? В зимней одежде все равно идти не вариант. Так что пойду как есть. И во сколько начало? После девяти. Ясно. Я вышел из столовой и полной грудью вдохнул свежий вечерний воздух. Мне сразу вспомнились те редкие дискотеки, на которых приходилось бывать еще в школе. Неуверенность, стеснение и даже страх. Я не умел танцевать, не знал, как правильно реагировать, если пригласят меня. А сам кого-то приглашать не осмеливался. В общем, чувствовал себя там крайне неуютно. Тем неприятнее было мне смотреть на чужое веселье. Нет, это не зависть. Скорее удивление от того, что люди могут получать удовольствие от чего-то совершенно мне непонятного. Я прикинул, что до начала дискотеки еще порядком времени и решил немного поспать, чтобы вечером быть свежим. Зайдя в домик вожатой, я моментально плюхнулся на кровать и закрыл глаза. Как ни странно, я проснулся вовремя, даже без будильника. На часах было ровно девять вечера. Такое со мной случалось редко. Впрочем, чувствовал я себя помятым. Наверное, все же не стоило спать днем. Похоже, придется идти. Через пару минут я уже стоял на площади. Около памятника установили колонки и что-то вроде диджейского пульта, а на деревьях развесили гирлянды. Такая типичная колхозная дискотека. Пионеров собралось довольно много, но никого из знакомых я не заметил, поэтому сел на лавочку и принялся ждать. В конце концов, не обязательно и танцевать. Может быть, мне удастся просто посидеть и мило пообщаться с кем-нибудь? Чего грустишь? Ульяна? А чего предложишь? Пойдем танцевать. Рано еще. Даже музыка не играет. Какой ты скучный. Да, для такого мероприятия я точно не самый веселый. Она убежала. А Ульянка таки надела что-то наподобие вечернего платья. Забавно. Привет. Привет. Славя. Привет. Она присела рядом. Как тебе вечер? Нормально. Что ты такой грустный? Да ничего. Ладно. Потанцуешь, развеселишься. Наверное. Не забудь один танец и для меня оставить. Она засмеялась и побежала к музыкальной аппаратуре. Ситуация, похоже, накалялась. Просто отсидеться не получится. Привет. Ко мне подошла Лена. Ой, привет. И ты тут? Хотя чего удивительного. Да. Ясно. Зажжешь сегодняшний вечер. Острота прозвучала неумело. Лена покраснела и опустила глаза. Ладно, может и правда не стоит, а то все сгорим тут. Ладно, тогда я... Ага. Она ушла. Похоже, уже весь лагерь собрался на площади. Пионеры стояли большими группами, о чем-то разговаривали, шутили и смеялись. Возле диджейского пульта Ульянка громко спорила с Ольгой Дмитриевной насчет музыкального репертуара на сегодняшний вечер. И вот момент настал. Пластинка закрутилась. Чего это была за песня и группа, я не знал, но термин классика советской эстрады, на мой взгляд, подходил для них как нельзя лучше. Пионеры и пионерки некоторое время просто стояли, словно не слыша музыки. «Всегда трудно сделать первый шаг. Особенно, когда уверен, что кроме тебя никто и не собирается». Но Ульянка, похоже, не знала этой простой истины. Она выбежала на середину площади и закричала. «Чего стоим?» И начала нелепо кривляться. Именно кривляться. Другое слово сложно подобрать. Это выглядело настолько глупо и забавно, что я не удержался и засмеялся. Она заметила. «Эй, Семен!» Я сделал вид, что не слышу. «Не притворяйся, иди-ка сюда!» Я продолжал игнорировать ее. Пионеры потихоньку поняли, что от них требуется на этом празднике жизни, и пустились в пляс. С моей точки зрения, это выглядело в высшей степени глупо. Трясти руками и ногами под давно забытые шлягеры? Увольте! Конечно, танцевать я не умел, но и это танцем назвать сложно. «Семен, чего сидишь?» «Потанцевать не хочешь?» Я был так увлечен своими мыслями, что не заметил Славю. «Да что-то не хочется». «Точно?» Она улыбнулась. «Попозже, может быть». «Черт, что я вообще здесь делаю?» Славя вернулась к танцующим. Я посидел еще некоторое время, и когда уверился, что на меня никто не обращает никакого внимания, осторожно улизнул. Конечно, после столь успешных для меня танцев не было желания никого видеть. А самое безлюдное место здесь – это автобусная остановка, на которую уже, наверное, никогда не приедет родной 410-й маршрут. Но я только приглушенно вскрикнул. Передо мной стоял автобус. Точно такой же, как и в первый день. Я застыл в ступоре. «Как? Что? Как? Почему?» Мгновенно всплыли все теории о попадании в этот лагерь. Тут же, как ножом, резанула мысль. За эти несколько дней я слишком привык к местной жизни и уже стал забывать все, что здесь происходит. Ой, как далеко от нормального. Несколько минут я просто стоял и смотрел на проклятый Икарус. Затем пару раз похлопал себя по щекам, чтобы убедиться, что это не мираж. Но автобус никуда не исчезал. Раз он здесь, то мне пора домой. «Сайонаро, пионеры!» И бросился к двери. Очнулся я на земле. Сильно болел нос. Я встал и попытался понять, что же произошло. Видимо, во что-то врезался. На ощупь автобус был более чем реальным. Я попытался просунуть руку в дверь. Но там словно стояла невидимая преграда. И тут меня обуял практически животный страх. Страх всего лагеря, его обитателей, этого автобуса. Как я вообще сюда попал? Что это за чертов Икарус, в который не войти? Почему все это происходит именно со мной? Вдруг подул настолько сильный ветер, что, казалось, меня собьет с ног. Я отвернулся. И увидел под колесами автобуса маленький клочок бумаги. Там было написано несколько слов. Ты здесь не просто так. Корявый почерк казался знакомым. Я точно его где-то видел. И тут меня осенило. Я поднял с земли небольшой уголек и накорябал на обратной стороне эту же фразу. Почерки оказались идентичными. В голове прояснилось. Я послал себе записку из будущего? Точно? Нет. Или из прошлого? Черт. Все равно не понимаю. Но как бы там ни было, почерк явно мой. Конечно, подделать его небольшая проблема, но я был полностью уверен, что эту записку написал сам. Покрутив листок в руках, я решил еще раз попробовать зайти в автобус. Но невидимый барьер по-прежнему не пускал меня внутрь. Я обошел Икару со всех сторон, постучал по колесам, заглянул внутрь через окно. Все казалось абсолютно нормальным, но таковым не являлось. Увесистый камень с глухим стуком отскочил от стекла, не нанеся видимых повреждений. Никакого эффекта, даже царапинки. Я присел на бордюр и обессиленно вздохнул. Если вдуматься, то листок мне намекал на что-то. А еще казалось, что вся эта ситуация не таит в себе смертельные угрозы. Семен! Похоже, меня ищет вожатая. Интересно, а что она теперь ответит на вопрос об автобусе? Опять зарядит, что его не будет пару дней? Я вскочил и побежал на голос Ольги Дмитриевны. А на это вы что скажете? Победоносно выпалил я, показывая рукой в сторону дороги. На что? Удивленно ответила вожатая. Я обернулся. Автобус исчез. Исчез так же внезапно, как и появился. Победный клич застрял в горле. Ладно, уже спать пора, пойдем. Но, но... Что? Автобус! Тут был автобус! Секунду назад еще стоял. Автобуса здесь быть не могло! Спокойно сказала она. Я внимательно взглянул в лицо Ольги Дмитриевны. Либо вожатая так искусно врет, либо действительно ничего не видела. А вдруг мне вообще все почудилось? Нет, не может такого быть, я точно видел. Точно видел этот чертов четыреста десятый. Не врите! Тихо сказал я. Семен, я тебя не понимаю. Не врите! Был здесь автобус! Это все вы! Вы меня здесь держите! Зачем? Я скрипел зубами, но старался говорить спокойным тоном, не срываясь на крик. Ты меня пугаешь! Пойдем уже спать! Похоже, от нее ничего не добьешься, как обычно. А ведь спать действительно хотелось ужасно. Я быстрым шагом прошел мимо вожатой, демонстративно не обращая на нее внимания. Ночью сон долго не шел, и только мятый листок бумаги с надписью «Ты здесь не просто так» напоминал, что произошедшее со мной за эти три дня реально. Так, ну вот на этом закончился третий день. Четвертый день будет уже в следующий раз. Я не знаю, каков будет результат, какая у меня будет концовка, с кем я ее вообще сейчас прохожу на данный момент и что я вообще делаю. Поэтому не ругайтесь, не пишите, что я делаю что-то не так. Я все делаю правильно, так как я считаю нужным. Ну, а дальше уже остальные концовки мы будем с вами уже проходить правильно. Ребят, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok